Всем привет, дорогие друзья, а также просто гости моего канала. С вами я, Мико Сталкер, и в этом видео я бы хотел вам показать и рассказать о таком замечательном гравере от фирмы электроприбор G-170WG, который поставляется вот в такой вот картонной упаковке, на которой написано немного о гравере. Если вам интересно, вы можете это все прочитать. Ну а сам гравер находится вот в таком вот красивом металлическом кейсе. Ну а сверху самого кейса прикреплен прозрачный пластик, что придает еще более красивого виду кейсу. Знаете, в некоторых крутых боевиках в таких кейсах переносят пачки с деньгами, но в нашем случае в этом кейсе гравер. Давайте теперь его откроем и рассмотрим сам гравер поближе. Чтобы открыть кейс, сбоку кейса находятся вот такие вот замочки, которые нужно приподнять вверх и тогда кейс откроется. Вот так вот. Как вы могли заметить, в самом кейсе нету отделений под насадки. Все насадки лежат в отдельной коробочке, но к ним мы вернемся чуть попозже. Также помимо самого гравера в кейсе много всего интересного, но к этому всему мы также вернемся чуть попозже. А сейчас давайте рассмотрим сам гравер. Гравер идет в голубом цвете и длина его составляет около 18 сантиметров. Благодаря этому гравер очень хорошо лежит в руке и работать им очень удобно. Также на гравере присутствует регулировка мощности. Обычно я работаю на четверки и тройки. Так как я работаю с деревом, этой мощности вполне хватает. Если придется работать с металлом, гравер придется ставить на максимальные скорости. Но так сильно издеваться над своим гравером я не хочу. Также имеется кнопка включения-выключения и вот такой вот металлический подвес. Гравером я пользуюсь больше трех месяцев и никаких минусов у этого гравера я не нашел. И надеюсь не найду. Сбоку гравера присутствует вот такая вот этикетка, на которой написано все то же самое, что было написано на картонной упаковке, в которой был упакован этот гравер. Также сбоку имеются отверстия под вот такие вот графитовые щетки. При случае поломки в комплекте были дополнительные графитовые щетки. Сейчас я вам покажу, как устанавливается насадка. Ну а потом я покажу вам все насадки, которые шли в комплекте с этим гравером. В комплекте шел вот такой вот ключик, без которого насадку на данный гравер установить не получится. Давайте, к примеру, установим вот эту вот насадку. Для этого берем ключик. Зажимаем вот эту вот кнопку. И откручиваем зажимную гайку. После чего берем насадку и вставляем ее в гравер. Только не до конца. Все. Ну а теперь тем же ключом закручиваем гайку обратно. До упора. Но сильнее не нужно, так как можно сорвать резьбу. Все готово. Теперь можно подключать гравер к энергоэксети и использовать его по назначению. Но не сейчас. Так как сейчас я хотел вам показать все те насадки, которые шли в комплекте с этим гравером. Как я и говорил ранее, все насадки хранятся у меня в отдельном кейсе. Давайте на них подробнее посмотрим. Начну я вот с таких вот наждачных валиков. Это, наверное, мои самые любимые насадки. Так как работаю я чаще всего с деревом. А для дерева они подходят лучше всего. В комплекте их было всего пару видов. Побольше и поменьше. Не знаю, есть ли еще больше. Но это все, что было в комплекте. Дальше в комплекте еще был вот такой вот один отрезной диск. А точнее алмазный отрезной диск. И еще в кейсе у меня лежит ту баночка, в которой находятся 50 вот таких вот отрезных дисков. Сейчас я вам их покажу. Они, конечно, уже не такие прочные, как алмазный диск. Но все же ими очень удобно что-то отпилить. В общем, вещь тоже очень нужная. Короче, отрезными дисками я тоже пользуюсь частенько. Потому что, когда делаешь какие-либо макеты, все равно что-то где-то подрезать нужно. Дальше идет вот такая вот паста Гоя. Ну, точнее, это не паста Гоя, а какая-то, короче, паста, чтобы что-то натирать, ну, не знаю, в общем. И к ней же идут вот такие вот вылочные диски. Одним диском я уже пользовался, только уже настоящий, нормальный, паста Гоя зеленого цвета. В общем, гравером достаточно удобно полировать что-то. Особенно, если это небольшая деталька. Намного удобнее, чем работать болгаркой. Ну, точнее, по маленьким деталям. А дальше идут такие вот насадки, которыми я не пользуюсь вообще. А точнее, не насадки, а сверла. Так как у меня есть шуруповерт, у меня есть дрель. И если мне надо что-то где-то просверлить, я, конечно же, лучше воспользуюсь шуруповертом. Но все равно сверла не лишние, спасибо, что они их положили сюда. Дальше идут еще вот такие вот насадки. Ими тоже иногда пользуюсь, но уже, конечно, не так часто. Так как все равно по дереву ими работать не очень уж так вот, сказать, удобно. Но все равно где-то что-то, мелкую детальку какую-то обточить, подточить, подойдут. Как правильно называются, они, честно, не знаю. Дальше идут еще одни прикольные насадки. Это вот такие вот металлические и пластиковые щетки. Очень удобно, чтобы что-то почистить. Допустим, металлическими можно почистить какую-то маленькую ржавую детальку. Пластиковыми можно почистить любой механизм. Маленький, который ты не хочешь повредить. Взял, вставил гравер, включил небольшую мощность. И я вам скажу, очень даже удобно. Так, ну а дальше идут вот такие вот диски, типа камень. Ими очень удобно что-то наточить. Допустим, нож или еще что-то. Вот этот вот прямоугольник нужен здесь. Я долго ломал голову, для чего он нужен здесь. Посмотрел в интернете, ничего не понял. Но я так понимаю, это когда стирается насадка. Берешь, вставляешь насадку в гравер и проводишь несколько раз по этому прямоугольнику. И насадка опять становится шершавой. Ей можно работать. Дальше идут еще одни мои любимые насадки, как у стоматолога. Различные алмазные насадки. Ими тоже очень удобно обрабатывать небольшие детальки. Я вам скажу, прямо очень удобно. И вот такие вот еще насадки. Ими я также очень люблю работать по дереву. Особенно этими двумя, которые поменьше. Дальше идут вот такие вот дополнительные насадки для тонких сверел. Честно вам сказать, количество насадок, которое шло вместе с этим гравером, меня очень порадовало. Потому что их достаточно много. Остальные насадки, которые мне нужны, я в принципе могу закупить на Алиэкспресс. Я вот буквально недавно туда заходил и заметил, что там продается огромное количество различных насадок. Ну и естественно стоят они гораздо дешевле, чем покупать их у нас. Ну что ж, так как с насадками мы разобрались, теперь можем посмотреть на остальную комплектацию к данному граверу. Сейчас я только уберу все лишнее со стола. Подвину кейс и покажу, что там лежит еще. Что-то, что-то, что-то здесь лежит. Ну что же это? Первое, что я хотел бы вам показать, это гибкий вал. Что такое гибкий вал, сейчас я вам расскажу. Это очень незаменимая вещь для гравера. Выглядит он как резиновый шланг, но по сути дела это и есть резиновый шланг, внутри которого установлен толстый стальной провод. Сейчас я вам расскажу, как его установить к граверу. Для этого с помощью того же ключа откручиваем зажимную гайку и вытаскиваем насадку с гравера, если она там есть. Все, после чего откручиваем вот эту вот пластиковую крышечку и откладываем ее в сторону. Она нам пока что не понадобится. Теперь берем сам гибкий вал и устанавливаем его к граверу, так как показано на видео. После чего зажимаем зажимную гайку. И теперь соединяем вот эту вот крышечку пластиковую, которая уже есть на самом гибком вале, вместе с гравером и закручиваем ее. Все, закрутили. После того, как гайка закручена, берем наш гибкий вал и оттягиваем вот эту вот пластиковую рукоять вниз, так как это показано на видео. После чего на том же гибком вале можно заметить такую же затяжную гайку, как и на самом гравере. Берем и откручиваем ее. Устанавливаем насадку и с помощью ключика или же вручную затягиваем ее. Ну, лучше, конечно же, с помощью ключика. Все готово, можно приступать к работе. Обычно я всегда работаю именно гибким валом, так как я говорил ранее, что работаю с большим количеством дерева. И чтоб не забивать свой гравер опилками, работаю именно вот гибким валом. Так как гибкому валу негде забиваться опилками, а даже если он где-то и забьется, его легко разобрать и почистить. Что не сделаешь самим гравером. Еще одним плюсом гибкого вала является то, что работать им, конечно же, намного удобней, так как рукоять у него тоньше. А также им удобнее где-то подлезть в недоступном месте, в той же, допустим, трубе, если нужно обработать трубку изнутри. А теперь давайте посмотрим, что же еще лежит в этом кейсе. А лежит здесь вот такой вот телескопический штатив. Когда первый раз открыл кейс, очень долго ломал голову, для чего нужна какая-то палка с крючком. Так как в интернете я ничего не нашел об этом штативе и вообще что это такое, было понять трудно. Но все же я разобрался. Так вот, он прикручивается к вот такой вот струбцине, которая также идет в комплекте. В ней находится резьба, куда и вкручивается сам штатив. Ну а после того, как сам штатив вкручен в резьбу, струбцина прикручивается к столу. Ну и в принципе на этом все. Штатив нужен просто для того, чтобы подвешивать на него сам гравер. Сейчас я прикручу к столу, на котором снимаю, и покажу, как это все выглядит со стороны. Вот так это все выглядит со стороны. Штатив можно отрегулировать так, как вам будет удобно. Допустим, поднять его вверх или опустить вниз. Штатив вам удобно пользоваться тогда, когда работаешь на грязном или же на маленьком столе. Или когда используешь гибкий вал. Ну что же, всю комплектацию данного гравера я вам показал. Обо всем рассказал. Ну а теперь пришло время показать вам, как ведет себя этот гравер в работе. А для этого я переношусь в мастерскую. Ну а вы? Ну а вы никуда не переноситесь, а остаетесь на месте и наблюдаете за процессом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, на данной ноте мы и заканчиваем наш обзор на данный гравер. Вы увидели полную комплектацию у гравера, увидели, как он работает, как ведет себя в работе. И услышали мое мнение. То, что гравер мне очень нравится. Ну а дальше решать вам, стоит ли покупать себе такой гравер или нет. Или у вас уже есть гравер, можете написать об этом в комментариях. Да и вообще не забывайте оставлять свои комментарии, ведь каждому комментарию я искренне рад. Ну а теперь информация чисто для моих подписчиков. Как вы могли заметить, видео я выпускаю сейчас очень редко, потому что испытываю некоторые жизненные трудности. Но со следующего месяца я обещаю вам, что видео будут выходить на канал так же часто, как и раньше. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить свои большие пальцы вверх. И конечно же подписываться на этот канал, если вы еще на него не подписаны. Ну а с вами был, как всегда, я, Мико Сталкер. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok